так здравствуйте друзья мы с вами в красном хуторе уникальное место достаточно холодная я же не раз показывал в своих фильмах что напротив майна один из феноменов сайногорска заключается в его пригородах майна долго была центром садоводства нашего региона вот и вдруг оказалось что там каждый день любой день зимы теплее там чем у меня а я на противоположном берегу днисея на правой бережи на 5 8 градусов вот и в общем то получается мои деревья более закаленные чем майне меня это даже порадовало значит уже много было достигнуто уже появились сорта которые не сорта сорта братцы которые невозможность было представить себе с точки зрения науки как будто что они вообще могут существовать тем не менее не существует значит я уже в какой-то момент успокоился питомник передал сына сергею вот он был лучший ученик и оказался талантливым учеником параллельно с тем что занимался выращиванием саженцев на продажу это лучший питомник россии представьте себе питомник который в сибири зимует на морозе представили правильно не верьте но тем не менее это факт вот параллельно закончил сельскохозяйственный колледж получил диплом агронома и на этом уже вроде бы и все впереди казалось бы ясная дорога будущее но к сожалению этого не случилось вот саженцы стучные изделия себестоимость высокая продавать дешево нет смысла а дорого вы сами знаете какие доходы у россиян богаты они у них виллы за рубежом вот и какой-то момент я понял что карьеру сергея не сделать он еще пробовал год хозяйчивых как хозяйчик небольшого магазинчика оказалось одни убытки народ продолжал богатеть в кавычках вот единственный магазинчик и тот оказался не хотя и цены не завышал оказался недееспособный а теперь он крановщик это один из лучших создателей россии какой-то момент я опустил руки вот все эти все шло по инерции вдруг моей жизни появилась елена сана савинич это уникальный человек потому что будучи еще студентом студенткой путинской стипендиаткой она напросилась ко мне на производство практику что сама по себе было это был второй последний случай моей жизни первой из гордости говорю было юлия матвеева из омска вот сейчас она нашла свое место в жизни у нее даже и собственный питомник с прекрасными растениями мать и семья матвеева город омск вот и ирина санна повторила ее судьбу на пошла дальше лет шесть назад это началось с посещения есть такой рыкальный сан петрович уникальный садовод ну такой же талант еще необыкновенный лучи в этот один из лучших виноградарей россии в сибири сладчайшая сорта необыкновенная винограда и еще много чего еще вот и по ночам как сторожит военкомат то есть нам таланты не нужны там такие таланты сейчас в общем получились они вне науки несмотря на их уникальность и вот получается ясно савинич также прошла производства практику я поставил печать как фермер вот практика прошла и практика была принята ее руководством но оказалось что это только начало значит с тех пор мне если целый досье на нее там сотни фотографий лето весна зима осень вот она поливает вот она зимой меряй температуры венесея вот этот этот это в общем сотни фотографий вот а ее деятельность было направлено то а у меня она то есть как бы по у меня получилось еще одна как как встрепенулся вот знаете есть такой мультфильм там кустая диких гусей летит по небу а домашний жирный откормленный гусь значит вдруг услышал призывные крики гусей вот и вдруг встрепенулся и разогнался и пробует взлететь пробует взлететь вот это было мультфильме мне до слез было его жалко вот это откормленного гуся предназначенного на на суп вот который пытался улететь за дикими гусями я оказался я жалю за таком положении и я еще решил разочек взлететь вот и эту роль в моей жизни сыграл Александр Савельевич мне пришлось ее учить вот именно профессии потому что профессия знаете есть такое выражение я его подчеркнул из этого из кабачка 13 стулья у знаменитого там была такая профессия одного товарища боксер заочник я знаю что многие те кто нас учат они есть садоводы заочники вот сами не вырастили ничего и учат вот причем натурально то есть когда начинаешь копать глубже у них как садов нет а учителя из них знатные причем это обучение уже мягко говоря не соответствует потребностям именно северной россии вот но это вы же знаете я уже не раз об этом рассказывал ну давайте вернемся сейчас к Елену Савельевичу значит вот ее работа я тут смотрю у меня довольно быстро на морозе садится батарейки что я успею вместе привали один привал другой значит обматывал замазывал потом менялись бывало руки мерзли время прививки это граница зима весна вот потом менялись один только другой привал а кто-то заматывал замазал в результате что получилось показываю нашу совместную работу вот это все трехлетки видите смотрите внимательно вот видите абрикосы так венгерки сливы персики вот они видите персики причем не укрытые раз не укрытые два не укрытые три вот они так сейчас выглядят ну и так далее посмотрели вот значит это трехлетки там на том участке у меня есть шести пяти и четырехлетки это трех почему они такие росленькие ну именно потому что они привиты на манжурские абрикосы раз вот а во вторых удачные прививки два удачные с моей точки зрения то есть прививка прививки рознь и этому пришлось учить свою ученицу которая совмещает себе и да и талант талант унес десятки если несу я посмотрел за список ее работ новостях мне стало жутко это значит студенткой была а сейчас аспирантка вот здесь мы посадили с ней супер абрикос это я отбирал самых крупных абрикосов которых вообще-то и не должно быть потому что это клоны академика они кстати увеличены мною два раза по объему то есть по весу и по размерам плодов и самый крупный плодов от 100 грамм я брал косточки вот я их высадил есть сожалению земля сплошная глина вот здесь смотрите что делалось здесь было не было сейчас там под под этим летней кухни большим погреб естественно что вся глина была оттуда выкопана и теперь она вот все вот эта глина и а это тоже технологии я же не просто вам фильмы показываю я вас учу фактически вот здесь еще они пока в глине им три года это мы садились и на и сандой те самые крупноплодные абрикосы академик так потом развезем что-то видите ленточка вон на ленточка синяя он видите он еще это все уедет красноярск теперь почему эти такие мощные вот это уже два с половиной метра вот эти вот почему объясняю потому что они пробили эту самую корни пробили эту ну так сантиметров 40 корку не корку а как бы сказать это ложу эту из глины пробили и дальше развивается нормально это тоже стоит обсуждение но я боюсь все таки на улице минус 15 вот я боюсь что я не успею все рассказать вот ну дальше пойдем давайте по кругу так охрана как всегда спит на посту на солнышке пригрелась на зимнем сегодня кстати у нас 15 и и ой какого июля марта марта вот вот здесь корневые отводки вишен они штамбовые это я их так сам назвал вот здесь я ее учил выбрали лопату я не жалел выбери лопату перерезай пуповину вот здесь перерезай пуповину вот здесь перерезай пуповину вот здесь так с этого момента отрезанные от взрослого маточного дерева эти вишневые корневые отводки начинают жить самостоятельной жизни бросать корнями здесь будет тоже самое пока привита он 1 1 1 через все остальные будут привиты в этом году вот я говорю она мне 2 дыхание из-за этой милой женщины которая называю дочкой вот этим вишням были привиты много-много лет назад лет 8 назад все когда он был участок не мой а моего соседа черешни черешни погибли прививки потому что он отказался отрезать вот эти ветки скелетные вишни и что случилось ну в тень и черешни погибли но вишни стали вкуснее я этому и учил вот вот наша пробивка видите сам настоящий персик зимует на морозе вот дальше мы прививали 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 вот этот когда иду я боюсь что очень 30 трястись будет руках камера видите я уже и здесь даже вот эти молодые деревья они уже это абрикос они уже стали маточные вот отрезана ветка вот отрезана ветка отрезается по железу остается 5 почек вот и вот здесь муравейник она уже знает муравейник это святое даже ценой гибели деревьев но у меня муравейники вот так вот ведь это волочная вишня муравейники не загубили ни одно мне ни одно дерево даже когда а полностью его чуть ли не закапывает под собой вот еще это снова это три года и это еще один абрикос это мы тоже прививали пойдем дальше пойдем дальше пойдем дальше вот здесь мы применяли метод который называют фиксирование видите прививка не все правда пошли черешни на вишню но вишня становится уже дюком то есть они уже что-то среднее между вишней черешни это мы тоже проходили с ней вот вот здесь у меня дети играют а здесь колючки дикие страшные вот сейчас через несколько дней я буду делать обрезку я уничтожу вот эти то что наросло но ветки никогда целиком не отрезаю это страшная ошибка обрезка на кольцо и это мы тоже проходили вот то что в тени ни черта не растет видите это тоже мы проходили посмотрите как отклоняются из-за тени как отклоняются от этих самых от мощных деревьев молодые деревья вот это жердель с украины она была ее родитель был был привит косточка с дерева которая была привита на манжурский абрикос косточка уже получила пусть это вегетативная георизация которая не признает наука но она была все-таки получила необходимую морозстойкость и больше не замерзает ну а дальше с помощью прививок идет что идет то что я называю по железу инфицирования по мичурину на это называется по мичурину на 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 настояние нет насыщение ментора вот это тоже интересная тема сожалению не это является интересным науки а теперь я вам показываю еще вот эти уже постарше нет нет тоже трехлетки вот это вот мы вместе привали вот вот это вместе привали яблоки они немножко отстают по росту чем мощные абрикосы и вот наконец гордость елена санна савинич этому дереву пять лет этого тоже официально называется golden деле сейчас а на самом деле она стала каким-то странным яблоки до 500 грамм весом и совершенно не похоже на голден но мы не расстроились правильно вот пойдем дальше черный абрикос уже вот такой это его где-то три-четыре года что еще не помню наша работа дальше вот здесь была целая грядка но пришлось ее немножко раз это рассаживать сейчас я смотрю уже моргает зарядка на поэтому я уже не успею сходить на тот участок там у нас тут самая элита там растет фаина там растет снова академик королевский там растет вот и а здесь вот здесь была большая грядка видите пришлось посажены были вот так вот вот примерно вот такой вот этой густотой и вот мы на коленках все это привели но пришлось рассаживать вот что-то уехала в красноярск даже вот еще бы рассадить но уже не получилось вот сейчас видите вот это вы посмотрите на один из супер сортов называется дар небес опять же переделаны нами за счет прививки в этом году первое цветение первое положение будет вот и наконец самый старший вот эти вот шестилетка это есть дар небес него брались веточки с совершенно молодого вот тут прививались еще вот это где-то 4 года это абрикосу 4 года этого 3 вот а начинал я свалить пятнадцатом году помните мы с вами садили косточки вот сюда вот потом пришлось приезжать раздавать соседу он за забором 5 растет штук только поменьше будут пересажены а вот здесь я вас вами это вы помните и учебу не обижайтесь но если аудава попугаях мерили вот вот эти вот даже пятнадцатый год но они были посажены нами уже виде то есть пересажены однолетки были вот сюда получается сколько им господи такие здоровые деревья да никто же не поверит что им шесть лет всего ну конечно рост мощи шо ж там говорить вот такие параллельно выращивал груши они правда размером поменьше вот такая вот груши вот потом венгерки но венгерки конечно сливы уступают просто вот мы посадили годом позже потому что начале тут был этот самый да не садили здесь был питомник сергея он выращивал здесь по двое вот сливовые а потом мы взяли с вами и и вот эти вот привели на месте то есть все 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 не было выкопано не все а вот осталась одна вторая вот третья четвертая им где-то четыре или пять лет я уже начинаю путаться что еще интересного значит там в этом самом персике растут наши с вами вот там теплица но дело в том что все что теплица это значит все таки искусственное выращивание я к ним не тоже с пренебрежением отношусь ну как-то стараясь ими не хвастаться скажет железо в теплицы вращать вот хотя на самом деле у меня теплица это исключительный случай вот просто надо до земли не хватает элементарно не хватает земли и в этой теплице получилась микроклимат выхвастаться нечем просто старался каждый кусок земли использовать ну что будет интересно в будущем вот это вот посадки я не говорю что они такие так уж хороши да вот вот годом позже я помню мы фаину привели еще годом позже потому что одна привык оказалась неудачной пришлось еще годом позже привить вот здесь также вот это единственная неудача смотрите погиб погибла этот самый не помню какой сорт культурного абрикоса вот но пошло от земли почти от земли то есть по двое вот она ветка уже видно у нее свет другой это конечно манджурис вот это вот в этом году он должен зацвести и я хочу посмотреть и доказать что по двое меняется облагорается с помощью привоя ну-ка посмотрим ну Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!